Всем доброе время суток, с вами снова Ольга и сегодня я хочу рассказать вам, где я предпочитаю покупать детскую одежду, одежду для Софии и Ангелины. В Корее, как и в любой другой стране, естественно, имеется огромное количество всевозможных торговых центров, магазинов и бутиков с детской одеждой. Там вы найдете большое разнообразие как европейских, американских, так и азиатских брендов. Однако, я знаю, что многие иностранцы приезжают на шоппинг в Корею и им интересны именно корейские тренды, корейский стиль. Они охотятся на магазины с именно корейской одеждой. Как известно, корейский стиль оригинален, весьма своеобразен и неповторим. Обычно даже самые искушенные модники и модницы пребывают в полном восторге от всего того разнообразия и непредсказуемости образов, которые они здесь встречают. Если описать корейский стиль в двух словах, это самые современные, интересные и иногда даже безумные какие-то тренды, адаптированные в обычную жизнь современного мегаполиса. Корейская одежда может быть утрирована женственной, деловой, брутальной, классической, какой угодно, но она всегда будет комфортной. Любую корейскую одежду вы сможете надеть с кроссовками или кедами. Туфли на каблуке, как вы знаете, в Корее практически никто не носит. Я могу довольно долго разглагольствовать на эту тему, все-таки я 4 года проучилась тут на фэшн-дизайнера. Да-да, был в моей жизни и такой опыт. Но сегодня речь пойдет именно о детской моде. Так куда в Корее податься маме, которой надоели все эти банальные однообразные шмотки из Зары или Гепа? Такое ощущение, что детская мода в этих брендах заморозилась на десятилетия. Год из года они продают одно и то же, просто в разных расцветках. Сейчас на меня тапки полетят, наверное. Ну ладно. А податься такой вредной маме нужно на самый главный рынок Сеула, рынок Намдемон. Это ни в коем случае не реклама рынка. Более того, снимать мне там приходилось, как всегда, украдкой, ибо съемка там, как и везде, запрещена. Я просто делюсь с вами своим опытом, так как именно для этого я и создавала свой канал. На этом рынке имеется несколько павильонов с детской одеждой. Кстати, взрослой модной одежды на этом рынке искать не стоит, сразу предупреждаю. За взрослой одеждой лучше ехать на Тон де Мун, но об этом в других видео. Так вот, здесь в этих павильонах представлено разнообразие разных стилей, от прованса до какого-то рок и панк. Но самый излюбленный корейцами стиль детской одежды, это, конечно же, кукольный стиль. Всевозможные рюши, кружева, валаны. Повышенное внимание уделяется, конечно же, деталям. Таким, например, как рукав или воротник. Из того, что я отметила в этом сезоне, это объемные ажурные воротники в стиле перо, перо, да, его звали, из мальвины. И низ, будь то юбка или брюки, на завышенной талии, оформленной в виде такой широкой, крупной такой резинки. Выглядит с ног сшибательно. Также я всегда любила стиль прованс. В этом сезоне он представлен длинными юбками и объемными сарафанами. Ну, а также спортивный стиль и корея. Вообще, это как бы единое целое, поэтому спортивные одежды также на любой вкус вы здесь найдете. Хочу отметить, что на этом рынке также закупаются местные и иностранные оптовики, имеющие свои интернет-магазины, бутики или отделы в торговых центрах. Так как цены здесь ниже, хотя и дешевой эту одежду назвать нельзя. Хотя цены примерно такие же, как на средние европейские бренды в магазинах, таких как Zara, например. Но в бутиках потом эти вещи продаются уже по ценам элитных европейских брендов. Но не стоит отчаиваться. На рынке постоянно проходят распродажи. Можно очень недорого урвать вещи, если, например, остались не все размеры или заканчивается сезон. Например, в апреле уже скидки на весеннюю одежду по 70-80%, так как на подходе уже летняя коллекция. Так что, если вам по душе корейский стиль, приезжайте, только не забудьте чемодан брать повместительнее. Ну а сейчас я покажу кое-что из того, что в итоге купила в тот раз. В планах у меня было сделать такое импровизированное фэшн-шоу, но мои модели, к сожалению, наотрез отказались дефилировать. Поэтому есть что есть, не обессудьте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok